Санкции неизбежно. Американский Сенат утвердил новый закон, который вводит жесткие ограничения против Ирана, Северной Кореи и России. За что именно проголосовали и что теперь изменит этот документ для России, Украины и для самой Америки? Дмитрий Анопченко выяснял все детали он в Вашингтоне. Могут же, когда хотят. Восхищенно и даже чуть растеряно обсуждали помощники конгрессменов, наблюдая за трансляцией заседания. А там какой контраст с нашей Верховной Радой, с ее вечно полупустым залом. И Сенат весь в сборе, и даже Джон Маккейн не только вышел на работу сразу же после серьезной операции по поводу опухоли мозга, но и призывает коллег работать активнее. Время дать ответ российским атакам на американскую демократию, показав силу, совместное решение с единой целью ответить действиями. Голосование открытое, и в итоге результат в Сенате еще более убедительный, чем на днях был в Нижней Палате. За 98 против 2. Закон принят. И главный вопрос, что этот закон конкретно теперь изменит? В Конгрессе говорят, что документ предусматривает 4 главных шага, 4 направления. Во-первых, силу закона получают указы Обамы и старые времен 2014-го. О санкциях в отношении лидеров боевиков, членов так называемой семьи Януковича и людей из окружения Путина. И последнее, об аресте российских дипломатических дач. Если раньше президент мог просто отменить распоряжение своего предшественника, то теперь на это способен только Конгресс. Да еще и голоса собирать придется. Во-вторых, подтвержден украинский пакет санкций. И они будут в силе до момента урегулирования кризиса. По сути, до полного выполнения минских соглашений. Право отменять или ослаблять санкции в отношении любых государств и правительств у президента, в принципе, забрали. Теперь все это только по согласованию с Конгрессом. А еще законодатели ударили по российской финансовой сфере и особенно энергетике. Для российских банков ввели ограничения на получение кредитов. Поддержку нефтяных проектов, осуществляемых за пределами России, запретили. Большие американские компании на этом активно зарабатывали, но теперь они будут обязаны оставить бизнес. А еще в санкционном законе, подстраховавшись, заодно прописали и приоритеты внешней политики. Среди важного для Украины приоритет энергетической поддержки Киева. Усилием по восстановлению полного контроля страны за украинской границей на Донецком участке. А Россию призвали вывести войска с Донбасса, так же как из Грузии и Молдовы. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.